Один украинский военный ранен на Донбассе и Том Круз в Киеве. Время новостей на ЮАИ-ТВ в студии Татьяна Резвин. Один украинский военный ранен на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр объединенных сил. Ситуация на передовой остается напряженной. В течение минувших суток российские оккупанты 19 раз нарушили тишину, использовали калибры, запрещенные минскими соглашениями. В частности, из минометов обстреляли Водяное и Зайцево в Донецкой области, а ствольную артиллерию развернули на Новозвановку и в Луганской области. И уже дважды боевики открывали огонь этой ночью. Провоцировали украинских военных на ответный огонь в Новолуганском и Новотроицком, также применив запрещенные минометы. Окончательный отвод войск и освобождение удерживаемых лиц. Эти вопросы намерена обсудить трехсторонняя контактная группа. Она должна собраться в Минске. Также стороны продолжат дискуссии о проведении выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Речь идет о так называемой формуле Штанмайера. На прошлой встрече контактные группы в Минске стороны не согласовали позиции. Киев настаивает на выводе российских войск с территории Украины и установлении контроля над участком российско-украинской границы. Ну и новый виток дискуссии вокруг формулы Штанмайера. Шантаж со стороны России или попытка активизировать переговоры. Участники Минского процесса, эксперты и медиа дают разные оценки предложению европейских политиков четырехлетней давности. За эти годы так называемая формула появлялась в СМИ и в разных вариантах, и обросла мифами. Почему о ней снова вспомнили и актуально ли теперь ее применение для достижения мира на Донбассе, разбиралась Евгения Бурда. Нормандская четверка на уровне министров иностранных дел. После одной из таких встреч появилась так называемая формула Штанмайера. Это письмо бывших министров Германии и Франции. На двух страницах они изложили свои предложения, как ввести на оккупированных территориях особый порядок самоуправления. Очень хорошо помню встречу на уровне министров, когда Штанмайер Лоран Фабиус и я пытались убедить Лаврова. Но он отнекивался от всего и говорил, что не может быть там настоящих выборов. И тогда Франк Вальтер и Фабиус сформулировали это предложение. Вернемся в 2014 год. Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В нем прописаны условия для проведения выборов и даже назначена дата – 7 декабря 2014 год. Кремль опередил с выборами, а так называемая формула Штанмайера стала попыткой навязать особый статус Донбасса, не выполняя прописанные условия. Формула Штанмайера в письме описывается как переход к политической стабилизации. На территории присутствуют войска иностранного государства, тяжелое вооружение, незаконные военные формирования. И в этой ситуации кто-то говорит о возможности политической стабилизации. Тогда агрессия России продолжалась меньше года. И тогда еще было понимание, что мы с помощью наших друзей сможем обеспечить минимальные требования ОБСЕ. А сейчас с учетом той сумасшедшей пропаганды российскими каналами, понятно, что вернуться, как говорят, в ту же воду 2014 года невозможно. Осенью 2019-го так называемая формула Штанмайера воскресла в информационном пространстве. Ее оценивают и как инструмент давления со стороны Кремля, и как повод собрать саммит Нормандской четверки. Переговоры в таком формате не проводились уже три года. Мирные переговоры зашли в тупик, и сейчас Украина показывает, что она готова к переговорам, готова предложить свое виденье. И это оживило дискуссию. Начали перебирать скелеты, которые завалялись в шкафу, в том числе и чтобы прозондировать реакцию общества. Украина готова вести особый порядок на оккупированной территории в день выборов временно. Постоянным он может стать, если ОБСЕ признает выборы демократическими. Параллельно с такой интерпретацией формулы Штайнмайера президентская команда предлагает формулу Зеленского. Речь идет о том, чтобы не вносить никаких изменений в Конституцию относительно статуса оккупированных районов. О том, что выполнение обязательства безопасности должно пришествовать выполнению политической части. И выборы в местные органы власти должны пройти на всей территории Украины с выполнением условий безопасности. Выборы в органы местной власти должны пройти в 2020 году. Их дату назначит Верховная Рада. Насколько реально провести свободный процесс на всей территории Украины, зависит от выполнения минских соглашений. Россия полностью контролирует те территории. Давайте не говорить про то, что там есть какие-то самостоятельные люди, которые могут на что-то влиять. Это марионетки полностью. 31 декабря прекращает действие закона об особом порядке местного самоуправления на оккупированной территории. Продлить его, внести изменения или заменить новой формулой, Верховная Рада будет ориентироваться на переговорный процесс. Евгения Бурда, Ярослав Матяш, Александр Бугай, Антон Куница, ЮЭ-ТВ. Голливуд ближе, чем мы думаем. Том Круз в Киеве, в Украину голливудского актера, режиссера и продюсера пригласил Владимир Зеленский. Они встретились в офисе президента, говорили о съемках фильма в Украине. Том Круз рассказал, что заинтересовался локациями для нового кинопроекта. Это и стало поводом посетить Украину. Зеленский рассказал о новом законе, который поможет развить международный копродакшн. Речь идет о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. А вот где не ожидали встретить Тома Круза украинца, так это в киевском метро. Те, кому посчастливилось увидеть голливудскую звезду, конечно же, сняли его на видео, фото и поделились в социальных сетях. Ну и праздник продолжается. Израильские паломники в Умане отмечают Новый год Рош-Хашана. Город в Черкасской области принял рекордное число гостей. Удалось ли избежать происшествий? Спросим корреспондента UATV Артема Голуба. Он на связи со студией. Артем, ну что сейчас происходит в городе? Разъехались ли хасиды или может им очень понравилось в Умане? Они решили еще остаться? Приветствую, Татьяна. Сейчас в городе довольно-таки спокойно по сравнению с предыдущими двумя днями, когда хасиды праздновали Иудейский Новый год Рош-Хашана. По их календарю у них наступил 5780 год. Сейчас возле могилы, собственно, их духовного наставника, отца Дика Нахмана, и в самом городе довольно-таки спокойно. Они еще просыпаются. Сейчас они пьют горячительные напитки, чай, кофе, поскольку в Умане сейчас довольно-таки прохладно. Некоторые из них уже по желанию приходят к водоемам и начинают свою утреннюю молитву, читают также Тору. В городской администрации нам уже рассказали, что уже работают коммунальщики, они убирают город, готовят его уже к обычному ритму жизни. Также работает дополнительная техника, оборудование и персонал. И начинаются, собственно, убираться улицы. Также уже к Умане подъезжают автобусы, которые развезут хасидов в аэропорт, куда они отправятся, из которого они отправятся уже по своим домам. Прибыло сюда в Умане около 30 тысяч, по данным Министерства внутренних дел, из более чем 20 стран. Сегодня пообщаться с хасидами не представляется возможным, поскольку, как некоторые из них, не на камеру нам рассказали, что в следующие дни после празднования Рош-Хашана у них существует ряд запретов на работу, также на творческие начинания, и они эти дни посвящают глубокому анализу себя, анализируют свои грехи, чтобы, так сказать, очищенными войти в следующий Новый год. Что касается итогов безопасности, национальная полиция за дни празднования Рош-Хашана открыла 12 уголовных дел среди нарушений, незаконное поведение с оружием, также хранение наркотиков и также несколько краж. Также был зафиксирован пожар, который спасатели удачно ликвидировали в одном из жилых помещений города Умани. Также одному 40-летнему хасиду, гражданину Канады, понадобилась экстренная медицинская помощь, его на вертолете доправили из Умани в Киев, у него диагностировали аппендицит. Что касается данной ситуации на данный момент, как я уже сказал, хасиды просыпаются и готовятся к отбытию из Умани. Они отсюда уедут, начнут уезжать с сегодняшнего числа и включительно до 4-го числа. Мы продолжаем находиться здесь и следить за тем, как Умань возвращается в обычный ритм жизни. Спасибо, Артем. Как мы видим, за вашей спиной хасида не торопится уезжать с Умани, спокойно себе прогуливается на свежем воздухе. Больше информации от вас мы ждем в следующем выпуске. Ну и мы продолжаем о спортивных победах. Украинка стала призеркой на чемпионате мира по легкой атлетике. Он проходит в Дохе. 18-летняя Ярослава Могучих выиграла серебряную медаль в прыжках в высоту. Она с третьей попытки прыгнула на 2 метра 4 сотых сантиметра. Это ее новый личный рекорд и новый мировой рекорд среди спортсменов младше 20 лет. Ожидаемый раскол. Самый большой айсберг за полвека откололся от Антарктиды. Его вес – 315 миллиардов тонн. В Институте океанографии подчеркнули, это было ожидаемо еще в начале 2000-х и с изменениями климата не связано. Айсберг уже получил название Ди-28. В океане он может создать угрозу для кораблей, поэтому движения будут отслеживать с помощью спутника. Для того, чтобы айсберг распался на части и растаял, потребуется несколько лет. Это и другая актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Ну и больше информации я расскажу вам менее чем через 2 часа. Приходите! Редактор субтитров А.Семкин